Добрый день! Я расскажу коротко о лицензировании и какие продукты в прайс-листе вендора присутствуют. Сергей расскажет о продукте с технической стороны. Для вашего удобства есть рядом в чате раздел «Общие» и «Вопросы». Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чат. По ходу презентации, либо в конце, мы будем отвечать на них. Давайте начнем. Несколько фактов о нашей компании. Пожалуйста, ознакомьтесь. Пока смотрите, можете, пожалуйста, написать в чат такой вопросик. Встречались ли вообще с решением WSAN, с тестированием? Возможно, с другими вендорами какими-то. Нам будет очень интересно послушать, посмотреть ваше мнение. Расскажу, что у нас сейчас проходит и уже подходит к концу наше специальное предложение. Специальное предложение касается продуктов WSAN, Workspace ONE и Horizon. При покупке лицензии до конца июня вы получаете бесплатное внедрение от данных продуктов. Собственно, приобретая лицензии, вы сможете воспользоваться данным предложением до конца августа. Пожалуйста, общий адрес нашего отдела, пожалуйста, infrasabaksesoft.ru. Задавайте туда любые вопросы по инфраструктурным решениям. Будем рады помочь. Итак, коротко о лицензировании. Решение WSAN, как и продукт WSphere, лицензируется одинаково, как и ранее по количеству физических процессоров на сервере, где разворачивается виртуализация. Также отмечу, что недавнее изменение в политике лицензирования – это ограничение на один физический процессор, а это 32 ядра. То есть, одна лицензия покрывает один физический процессор с максимумом 32 ядрами. Соответственно, если необходимо на физическом процессоре больше ядер, то считается, что он умножается на 2 и более. То есть, на один физический процессор может быть 2 и более лицензий. Для примера на картинке изображено несколько примеров. Первый пример – это классический физический процессор с 28 ядрами. Как по старому и по новому лицензированию, необходима одна лицензия WSphere или WSA. И, соответственно, последний пример, где представлено 2 процессора по 48 ядер. Ранее по старому лицензированию нужно было 2 лицензии. А сейчас уже необходимо приверить 4 лицензии на эти 2 физических процессора. По решению WSAN. Продукт WSAN представлен в нескольких вариантах. Есть 3 редакции. На картинке изображено 4. Поясню. Четвертая редакция – это та же редакция WSAN Enterprise, но с решением Verialize для управления. Это дополнительный инструмент управления. Соответственно, представлены цены. С самими позициями лицензии техподдержки вы сможете ознакомиться на нашем сайте. Также хочу отметить, что решение WSAN поставляется только с одним видом технической поддержки. Это продакшн – расширенная техническая поддержка. С не такого давнего времени поддержка Basic снята для этого решения. Также продукт WSAN представлен в виде бандлов. Это WSphere Plus и WSAN. Есть 5 видов бандлов с разными редакциями. В том числе есть вариант WSphere Essentials Plus. Это бандл на 3 хаста по 2 процессора. И, соответственно, далее идут цены и бандлы по одному физическому процессору. Также с данными позиций вы сможете ознакомиться на нашем сайте. И если что-то будет интересно посмотреть, рассчитать, пожалуйста, пишите на infrasobakasysoft.ru На этом часть короткой презентации закончена. Я передаю слово нашему техническому эксперту Сергею Шайдрову. Сергей расскажет о продукте с технической стороны. Сергей, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Владимир. Коллеги, надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, вижу. Ну что же, подойдем, скажем так, больше к технической части по поводу самого ВИСАНа. Что это такое? Как оно работает? Какие требования под то, чтобы он появился в вашей инфраструктуре? Немножечко поговорим про варианты использования его в той или иной инфраструктуре. Ну и также ваши вопросы-ответы можно задавать и во время моего выступления. То есть на вкладочке «Вопросы» можно будет их указывать, писать в чат и так далее. Подойдем к самому началу. Что же такое ВИСАН? Я думаю, многие из вас еще помнят те времена, когда были физические сервера. На каждом сервере ставили тот или иной сервис и под каждый сервис старались выделять отдельный физический сервер. Время шло, появились гипервизоры, так называемые, появилась виртуализация. Достаточно большой был бум по этому поводу. И, скажем так, очень много компаний на текущий момент используют виртуализацию. Параллельно стали появляться такие технологии, как программно-определяемые сети, программно-определяемые хранилища. Сейчас вот такой следующий виток, когда стараются, скажем так, отойти от привязки к тому или иному оборудованию. Если говорить про ВИСАН, это все-таки отвязка от физического оборудования, от физических классических СХД за счет использования того или иного программного обеспечения. ВИСАН – это, скажем так, классическое программно-определяемое хранилище. Причем, по заявлениям самого вендора, производительность такого решения, скажем так, в некоторых случаях даже и выше или сопоставимо с очень дорогими классическими СХД. Ключевым отличием в данном случае ВИСАНа является то, что настройка самого программно-определяемого хранилища происходит фактически в той же консоли, то есть в консоли ВИЦентра, через которую вы управляете и хостами ESXi и так далее. То есть там же и находятся настройки для ВИСАНа. Там же доступны и инструменты по, скажем так, простенькому мониторингу, посмотреть, насколько загружены дисковые пространства, как используется сеть, как используются процессоры, память и так далее. И в этой связке, опять же, сейчас очень популярно такое понятие, как гиперконвергентная среда или инфраструктура, в которой есть и виртуализация, и виртуализация сети, и программно-определяемое хранилище. Еще одним ключевым, скажем так, отличием ВИСАНа от классической СХД это то, что фактически для его создания требуются самые типовые серверы, которые практически у всех есть. используются локально подключенные диски на этих серверах, и, собственно, из них и собирается вот это хранилище. За счет того, что не требуется покупка отдельного классического СХД, то есть снижается стоимость и на покупку, и в дальнейшем на хранение информации по сравнению с классическими СХД. Казалось бы, вводим бы все хорошо, вводим все прекрасно, но давайте сначала визуально посмотрим, как это в логической структуре выглядит, то есть на нижнем уровне это вот те самые диски, которые локальные на каждом из хостов виртуализации. Собственно, высший уровень это идут сами хосты виртуализации, то есть считаем их вычислительными узлами. Третий уровень это, получается, система управления и для хостов виртуализации, и для сетей, которые назначаются тем или иным виртуальным машинам, и сети, с помощью которых хосты виртуализации взаимодействуют и между собой, и с внешним миром, и управление, собственно, с самой программной определенной хранилкой. Ну и выше всего этого уровня находятся те самые виртуальные машины с отдельными сервисами, которые так необходимы каждой компании. В ВИСАНИЕ, скажем так, что есть интересного или особенности. То есть он, помимо того, что использует классические шпильдельные диски, HDD, также может использовать и SSD диски, а также в форм-факторе PCI-Express, либо NVMe. То есть все современные, скажем так, технологии хранения, которые реализованы в накопителях данных, они полностью поддерживаются ВИСАНом. Также поддерживается сжатие и дедупликация. Также возвращаемся к классическим СХД. То есть там же также есть и гибридные варианты, и оффлэш варианты, и дедупликация, и сжатие. То есть здесь все это также присутствует. Помимо этого присутствуют еще и встроенные механизмы и отказоустойчивость. То есть если у нас собран кластер ВИСАН из нескольких нот, то при выходе одной или нескольких нот, опять же в зависимости от их количества изначального, то наши виртуальные машины продолжат работать без приостановки сервиса и какой-либо потери данных. Так, что-то перескочило. Момент. По требованиям. Здесь есть, как вы помните, да, с одной стороны поддерживаются классические серверы, которые есть практически у всех, а с другой стороны сам вендор говорит, что ВИСАН лучше изначально строить на том оборудовании, которое есть в листах совместимости. Эти листы совместимости есть на сайте в январе. Также, скажем так, основные известные вендоры стараются также эту информацию указывать, то есть какая модель сервера или там все серверы поддерживают какие-то редакции висферы, поддерживают ВИСАН, какие там адаптеры можно использовать и так далее. То есть, скажем так, если же нету такого оборудования, которое присутствует в списке, то здесь обычно поддержка вендора ничем не поможет и придется, как говорится, оставаться с этим проблемом самим. Поэтому, если планируете покупку новых серверов, новых хранилок, можно посмотреть в сторону ВИСАНа и сразу подобрать оборудование, которое совместимо с ВИСАНом. Помимо вот этого списка совместимости, понадобятся лицензии на, ну как минимум, на висферу, да, то есть это гипервизор, понадобятся лицензии на ВИСАН и понадобятся лицензии на ВИСАН. Внутри каждого продукта есть градация, то есть по, какая там будет редакция, и в зависимости от редакции есть ли тот или иной функционал. Я чуть позже покажу основные отличия редакции. Также по организации сети есть рекомендация. Она звучит следующим образом. Если вы планируете в ВИСАН использовать обычные шпиндельные диски и SSD для кэша, например, то есть это ВИСАН будет гибридный. И в этом случае понадобится, то есть можно использовать гигабитные интерфейсы, сетевые. Если же планируется использовать all-flash сценарий, да, то есть когда только SSD либо NVMe, то только 10 гигабит должна быть скорость интерфейсов. Выше можно, ниже нет. И есть требования по количеству хостов. Минимальное поддерживаемое, в принципе, чтобы оно в каком-то виде работало, это 2. Но при этом есть большая поправочка, что на самом деле понадобится еще третий, так называемый, видный сервер или сервер-свидетель, который будет участвовать в голосовании, скажем так, для определения, работает кластер или нет. Рекомендуемая конфигурация. Скажем так, 4-6 хостов, в зависимости от того, какой уровень отказоустойчивости нужен. И максимально возможное количество хостов это 64. Причем это относится как к версии 6.7, так и к седьмой версии. Помните, что шестая версия в январе, продуктов в январе, уже снята с поддержки в апреле этого года. Теперь немножечко про отличие самих редакций. То есть, когда я говорил про лицензирование, есть разные редакции. Допустим, в данном случае это висфера, то есть гипервизор. Отличия я выбрал только те, по которым эти редакции отличаются. То есть, если возьмем, допустим, Distributed Switch, насколько он будет интересен. Основная его, конечно, задача это максимально упростить жизнь администраторам. И фактически, используя одну настройку в ВИЦентре, примените эту настройку для коммутаторов на всех хостах, которые есть в инфраструктуре. Либо на некоторые. В варианте без Distributed Switch придется на каждом хосте выполнять настройку виртуальных коммутаторов. Указывать в ВИЛАНы, расписывать сети и так далее и тому подобное. Дистрибьютер с свечом это несколько проще. В случае, если же вы вообще планируете использовать гиперконвергентную инфраструктуру, то крайне рекомендую использовать Distributed Switch. ДРС, обычно я его называю балансировщиком. Скажем так, так, наверное, проще по-русски это объяснить. Его задача отслеживать нагрузку по памяти по процессору на хостах. И в зависимости от этой нагрузки, если она, допустим, неравномерная, выдаются рекомендации о том, что желательно вот эти виртуальные машины переместить на другой хост, тогда нагрузка по хостам будет равномерной. Либо в автоматическом режиме, чтобы виртуалочки периодически мигрировали, чтобы нагрузка выравнивалась. Storage V-motion это миграция, скажем так, дисковой подсистемы виртуальных машин между хранилищами. Опция может пригодиться, если у вас несколько именно отрисованных кластеру хранилищ. Опять же, для Storage есть еще и слой балансировщик, Storage DRS, который аналогично стандартному балансировщику выравнивает нагрузку по хранилищам, в зависимости от того, какой вывод, то есть нагрузка по, скажем так, по чтению записи, а также по задержкам на хранилище. Следующий слайд, это больше, точнее, посвящен именно отличиям редакции самого ВИСАНа. Думаю, уже все теперь знают, что это такое. В принципе, редакции три. В стандарте, как вы видите, вот этих вот пунктов, которые здесь перечислены, они отсутствуют. В Advanced есть частично, в Enterprise есть все. Давайте поподробнее разберем, что же это за пункты. Во-первых, та самая дедупликация сжатия. Ключевой здесь момент, что дедупликация сжатия работает только в AllFlash сценарии. Как раз таки там, где и требуется 10-гигабитный и выше интерфейс. Также второй пункт, относящийся к тому, чтобы данные виртуальных машин фактически хранились наподобие, как это в RAID массивах, то есть с контролем четности, с отказовоустойчивостью, если один из, скажем так, дублирующих блоков стал недоступен, то недостающий блок высчитывается из оставшихся. То есть наподобие этого также реализовано в Visani и поддерживается это, опять же, только в двух редакциях и поддерживается в AllFlash сценарии. Третий пункт, третья функция, которая есть только в Enterprise редакции, это так называемый растянутый кластер. Суть его сводится к тому, чтобы с помощью технологии Visan можно было обеспечить катастрофу устойчивость на уровне геораспределенных площадок. То есть берете, то есть есть у вас одна площадка, есть где-то вторая, возможно еще где-то третья, то есть вы можете Visan построить такой растянутый на все эти три площадки. Технология, скажем так, оказалась бы вроде бы прорывная, очень такая, может быть востребованной, но, скажем так, есть некоторые ограничения, это связано они с, по большей части, с сетевым взаимодействием между этими площадками, с каналами связи, а также задержками, которые, скажем так, должны быть не слишком большие для того, чтобы кластер был как-то здоровый и был рабочим. Опять же, эти параметры, если будет интересно, я могу отдельно потом в почту прислать, потому что их достаточно много и не стал нагружать презентацию этими цифрами. Ну и четвертый пункт – это шифрование данных, то есть здесь подразумевается, что виртуальные диски виртуальных машин шифруются на весам домах или на весам хранилищ. Опять же, если есть вопросы, можете их сразу писать в чат, мы будем их просматривать, отвечать. Перейдем к следующему немаловажному моменту. Это, как я уже говорил, какие есть варианты построения веса. Это либо гибридное хранение, где используется SSD либо NVMe под кэширование, то есть под операцией чтения и записи, которые в дальнейшем должны записаться уже на основное, скажем так, том хранение. Под хранение используются обычные шпиндельные диски. Сам кэш используется, если в процентном соотношении смотреть, то 70% кэша используется под чтение, 30% под запись. Второй вариант веса на это OOF. То есть, как говорится, все очень быстрое, если так попробуйте по-русски это сказать. Используется только SSD либо NVMe. Кэш также отдельно выделяется, и он полностью используется только под запись. думаю на текущий момент все прекрасно понимают что сейчас в рабочих станциях уже создает так не редкости скорее уже рекомендует рекомендация серверы также стараются уже использовать под высокие нагрузки ssd тех же хранилищах и так далее то есть ssd достаточно активно сейчас на рынке во первых много вендоров которые это выпускают ssd накопители и nvme поэтому ну и цена соответственно стала уже на порядке ниже чем на несколько лет назад также весом встроенные скажем так встроенные есть функции по катастрофу устойчивости отказа устойчивости и всему тому подобного в первую очередь стоит обратить внимание на такое понятие как политики хранения для виртуальных машин политика хранения она применяется то есть их может быть несколько и применяются они на скажем так не на весам как таковой а на каждую виртуальную машину политики хранения как раз таки определяет сколько у будет вот этих реплик виртуальных машин объектов виртуальных машин и каким образом они будут распределены между хостами то есть если брать ft-1 варианте из рейд один с обычным зеркалом то это две реплики плюс скажем так свидетель и соответственно соответственно понадобится чтобы весом кластере было минимум три хоста ну соответственно если политика хранить это два тоже реплик больше ну и соответственно и хостов требуется больше для варианта с рейд 5-6 который помните есть там в некоторых редакциях там цифры немножечко другие опять же эта информация открыта она есть и если кому-то вдруг понадобится или не сможет ее найти я могу порисовать а также помимо политик хранения есть еще нельзя сказать конечно ограничения скажем так что какое количество дисков например можно использовать на каждом хосте фактически это это количество ограничено 35 дисками именно под хранение при этом подразумевается что будет использоваться не более семи групп хранения и в каждой группе не больше пяти групп хранения в каждой группе не более семи дисков для хранения а также скажем так основные производители средств резервного копирования уже давно поддерживают весом нормально выполнять резервное копирование виртуальных машин которые располагаются на веса не или на гиперконвергентных кластерах ну и если уж так про вопросы про катастрофу устойчивости более масштабно смотреть а это конечно же тот самый растянутый кластер между площадками для того чтобы защититься от выхода из строя целой площадки целый сервер коллеги я пока вот вопросов не вижу можете не стесняться их писать в чат и периодически просматриваю чат и если что на них сразу же отвечу а в целом мы поговорили про то что такое весом как он выглядит откуда как говорится он пошел для чего это как управлять сейчас посмотрим так более наверное практически вещи точнее поговорим про них это сценарий когда можно использовать весом и где он на себя наиболее лучшем виде показывает а опять же по заявлению самого вендора в м варе есть скажем так рекомендуемая конфигурация весом так для небольших серверных или для филиалов где количество людей может небольшое но там требуется физически серверы кластер и так далее так вот для филиала предлагается вариант что это будет два хоста для весом кластера ну понятно также понадобится какой-то свидетель для этого кластера чтобы на работу я бы смотрел все таки на сторону больше трех хостового кластера для филиала опять же если это возможно потому что 3 хоста будут выполнять и скажем так вычислительную нагрузку и обеспечивать хранение и в том или ином виде хотя бы будет отказа устойчивость варианте с тремя хостами допустим помните политику хранения рассказываю там в тт1 у нас был там было две копии и минимум 3 хоста так вот такой 3 хостовый кластер он переживет один выход из строя то есть выход из строя одного хоста но при этом оставшиеся два они уже не будут обеспечивать необходимую отказоустойчивость для актуальных машин то есть работать будет но следующий выход из строя следующего хоста он положит весь кластер и ничего работать не будет поэтому будьте здесь внимательны скажем так рекомендую по если говорить про рекомендуемую конфигурацию то здесь мы ориентируем обычно заказчиков на то что количество хостов должно быть хотя бы четыре хотя бы 4 это и смотреть на политику хранение в тт1 то как раз у нас один сбой произошел и потенциально мы защищены счет 2 а если же мы политику будем использовать для рейд 56 то там количество хостов будет порядка 6 по моему ну сейчас на память не вспомню нужно с табличку посмотреть опять же для компаний которые скажем так достаточно большая большое количество серверов физических до с виртуализации то для них вот как раз есть последняя строчка что максимум весом кластере можно использовать 64 хоста думаю эта цифра такая достаточно хорошая учитывайте максимумы которые поддерживают весом и поддерживает и сферы то там количество виртуала которые можно поднять на таком кластере но ну там не несколько тысяч а забыл еще один найти ключевой такой момент что для веса на помните я говорил для гибриды достаточно гигабитной сетки для услышь обязательно 10 гигабитной но здесь еще один есть одно требование что все таки для веса на использовать два две сети то есть скорее всего понадобится там покупка просто там двух адаптеров возможно и четырех но опять же все зависит от того какому какой производительности отказоустойчивости необходимо какие требования будут озвучены под то под кластер сферы связки с веса нам там требуется отдельная сетка лучше 2 использовать этот слайд конечно посвящен больше такому практическому видению то есть как как часто заказчики используют весом и под какие цели конечно же опять же по заявлению в январе весом дает очень хорошие цифры по производительности понятно что это будет оффлэш сценарий то есть можно весом использовать под критичные для бизнеса нагрузки во первых за счет отказа устойчивости и катастрофа устойчивости во вторых да я вопрос увидел чуть попозже на него отвечу то есть с одной стороны почему под критичные во первых производительность достаточно высокая с другой стороны мы можем обеспечить большую отказоустойчивость по сравнению с классической исходы и понятно что используется допустим создали байны в мге то есть там количество операций в секунду там порядка 150 тысяч одного хоста второй вариант нагрузки модное сейчас слово опять приходит в наш оборот это видео и виртуальные рабочие места здесь весом себя проявляет очень хорошо если планируете в компании внедрять идеи посмотрите сразу в сторону весом дабы не покупать классическую исходы третий вариант не по списку пойду третий вариант тестовая площадка обычно если в компании есть разработчики им требуется некая выделенная среда возможно даже с разной скажем так степенью производительностью можно организовать для них хранение сани и эту среду развернуть и использовать для разработчиков также если кто-то из заказчиков используют например тот же вим да то есть это средство по резервному копированию увимого там в старших редакциях есть так называемый а тоже там есть тестовая среда в которой проверяются резервные копии которые были сделаны с продуктовой среды пожалуйста подойти с цели можно настроить весом и использовать на путь такого рода проверку бэкап также можно использовать как я уже раза два до этого говорил это сценарий катастрофоустойчивости и наверное мое больше видение что можно его использовать как как вариант расширения текущего дискового пространства что здесь подразумевается если вас классическая исходы закупили ее очень давно слоты под диски у нее закончились все тому же забита пол на полную но пространство катастрофически не хватает а новую хранилку покупать такого же уровня достаточно дорого и там компания не готова выделить сразу такие день скажем вот в этом случае можно посмотреть в сторону весом и скажем так его развернуть настроить у вас появляется дополнительная дисковая пространство для чего вы будете его в дальнейшем используйте выбирайте сами следующий наверно момент он не относится именно к сценариям а больше к тому что я подразумеваю под словом классические с хд мы многие их видели многие слышали многие с ними работают а это как правило достаточно большой корпус с двумя контроллерами которые там дублируют друг друга у них есть факты ввода вывода и там спереди обычно это достаточно большое количество сватов под диски помимо самого хранилища которые ну не дешево в принципе диски на них тоже стоит обычно дороже чем диски такого же таких же параметров для серверов помимо этого для того чтобы эту хранилку используют нам понадобится минимум отдельные построения сети хранения конечно в очень крупных компаниях это используют называемые санфабрики ну ценник там конечно такой для малого среднего бизнеса практически неподъемный поэтому если вот такой вариант сравнивать с весом то тут веса прям выигрывает достаточно с большим опережением по очкам и так далее поэтому и вариант с расширением дискового пространства он имеет место быть и на заметочку себе возьмите каких еще сценариях наверное стоит думать или сам это как правило закупка новых серверов виртуализации под те или иные задачи либо это какие-то сложные там сием системы либо ирпи системы и так далее организация планирует закупать потому что там текущих мощностей не хватает как правило под них требуется и дисковое пространство поэтому смело можете к нам обращаться в том плане чтобы мы посчитали такой же вариант как на классической сходы так и на риса ну и ключевое наверное о чем нам и в принципе в варик говорит и сами мы заметили что если вы сейчас веса настроили допустим поставили какое-то количество дисков в каждый сервер вы в дальнейшем может их добавлять эти диски в сервера если в серверах место закончилось до слота закончились принципе вы кластер можете расширять добавлять него дополнительные ноды и в этих ноды добавлять диски то есть в плане расширения дискового пространства здесь сам более наверное гибок нежели классической сходы так следующий момент знаете наверное такой слайд обычные такие слайды делают это когда он когда допустим весом не подойдет ну как минимум тот случай когда оборудование не списке совместимости оборудование которому там на более трех лет когда еще и сам был не таким распространенным как сейчас то есть планируете сам лучше все-таки на более-менее свежим оборудованию количество узлов здесь я указал цифру 4 но выполнить можно и на 2 собрать можно и на 3 собрать по 4 это наверное вот оптимальные по отказоустойчивости вариант а также может случиться такая ситуация что серверы вроде бы в списке совместимости но но например у них сетевые адаптеры гигабитные а вы собираетесь собирать услышь сценарий также бывают случаи когда не оставляют резерв под работу самого веса на то есть там резерв по памяти может составлять до 16 гигабайт и резерв по процессору нужно закладывать 10-15 процентов также весом не подойдет в том сценарии в том случае если гипервизор не не сексай то есть и скажем так наибольшем виде или лучше всего себя весом проявлять тогда когда он работает и используется на хостах и сексай так давайте сейчас посмотрю вопросики что лучше 4 4 процессорных или 8 двухпроцессорных процессоров ну если говорить про кластер нужно исходить из того сколько требуется с какой уровень отказоустойчивости должен быть у кластера то считается количество нод которые необходимы чтобы были в этом классе допустим там три ноды у нас выдерживает один сбой 4 ноды два сбоя выдерживает 6 еще больше дальше то есть вы исходите из того что допустим произошло два сбоя у вас осталось такое-то количество нод эти ноды у вас должны вытащить всю нагрузку производства на которой у вас есть из этого вы исходите сколько там будет процессов но 8 процессорный но есть на кластер говорит ну скажем так если по стоимости они одинаковые я бы наверное лучше лучше бы количество нод увеличивал но нужно смотреть в каждом сценарии если у вас именно какой-то там текущая ситуация то лучше нам в почту написать мы скажем так некоторые уточняющие вопросы зададим подскажем какой вариант будет в данном случае оптимальным это ответ на вопрос от станислава так от виталий есть вопрос если есть классическое исходы если смысл использовать висан знаете как да и нет если классической исходы хватает хватает по производительности по объему хранения и по всем остальным характеристикам то наверное не нужно если же чего-то не хватает то посмотрим в сторону веса игорь вопрос задал для веса нужны отдельные сервера или подойдут те же на которые крутятся виртуальные машины а если вас виртуальные машины крутятся под на кипервизоре и сексай то весом можно настроить и на этих хостах главное чтобы там были резервы по памяти процессору и сетевые адаптеры отвечали минимальным требованиям ну и также само оборудование соответствует рекомендуемому списку от вендоров так пока вопрос нет посмотрим на завершающий наш слайд он относится к нашим услугам который мы оказываем коллеги если есть еще вопросы задавайте на свадьбе кстати указан наш адрес если сняетесь либо сейчас не готовы задать вопрос можете его нам прислать в почту мы постараемся ответить на ваши вопросы владимир осталось немножко времени чтобы приобрести лицензии и воспользоваться им торопитесь пишите также хочу сказать что мы готовы помочь если вам интересно протестировать решение в сан мы готовы вам предоставить реальной версии помочь с тестированием с подбором оборудования и так далее пожалуйста оставляйте заявки на указанную почту а всегда будем рады помочь а так спасибо большое всем кто нашел время поучаствуйте послушайте в нашем вебинаре пожалуйста если какие то но новые темы интересны по инфраструктурам решения решения напишите пожалуйста в чат или отдельно на почту будем готовы рассмотреть и подготовить для вас там отдельный экскурс по решениям спасибо большое коллеги ждем вас на следующих наших вебинарах вот так ответ и вот вот